Джая Радама Дхаба Яшоданандана Браджаджанаранджанай Ямунатираваначари Джая Радха Матхава Кунджа Бихари Гопича Навалабхагири Варадхари Яшоданандана Браджаджанаранджанай Ямунатираваначари Джая Радха Матхава Кунджа Бихари Гопича Навалабхагири Варадхари Яшоданандана Браджаджанаранджанай Ямунатираваначари Ямунатираваначари Джая Радха Матхава Кунджа Бихари Гопича Навалабхагири Варадхари Яшоданандана Браджаджанаранджанай Ямунатираваначари Джая Радха Матхава Кунджа Бихари Джая Радха Матхава Кунджа Бихари Джая Радха Матхава Варкава查 Ягоарандандана Бихари Слава собравшимся преданным, слава собравшимся преданным, Слава собравшимся преданным! Слава Шри Гуру и Шри Горанге! Ом намо бхагавате басудебая Ом намо бхагавате басудебая Ом намо бхагавате басудебая Мы читаем шестую песню, глава шестнадцатая Читракета удостаивается встречи с Господом И тексты двенадцатый, тринадцатый и четырнадцатый Я хочу попросить благословений всех преданных Спасибо, чтобы быть проводником Шилы Прупады Говорить то, что порадует его, порадует Вайшнавов Я благодарен за эту возможность И по милости Шилы Прупады У каждого есть возможность служить Очищаться И как-то пытаться радовать Господа И таким образом расти Итак, мы читаем двенадцатый текст Вместе Шибадарайани хувача Ити По слову сначала Ити Удирья Гатаха Джива Кьятая Джнатая Гья или Джна Не знаете? Гья Хорошо Тасья Те Тада Висмитах Мумучух Шокам Читва Атма Снеха Шингхалам Шибадарай Нирувача Ити Удирья Гато Дживо Гья Тая Стась Те Тада Висмитах Мумучух Шокам Висмитах Мумучух Шокам Читва Атма Снех Шингхалам Шибадарай Нирувача Шибадарай Нирувача Ити Удирья Гато Дживо Ити Удирья Гато Снех Тада Висмитах Мумучух Шокам Шибадарай Нирувача Шибадарай Нирувача Ити Удирья Гато Дживо Шибадар Нирувача Шибадарай Шибадарай Нирувача Я ど Снех Нирувача Ити Удирья Гато Дживо Я Снех Шокам Шибадар Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Симон Субтитры подогнали Симон Симон Об этом говорится Субтитры подогнали Симон 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 То есть представьте, возвращаясь к этой метафоре, не знаю, кто-то сидел в тюрьме, поднимите руку, пожалуйста. Ну представьте, если бы вы сидели в тюрьме, да, и вдруг там вообще, ну все серьезно, но вдруг вас выпускают на улицу, на свободу, да, по милости там какого-то президента, да. Ну были бы очень благодарны, правда? Да, то есть и вот так же мы можем посмотреть, кто нас выпустил. Ну это же реальность, так. И есть подобная история в лилах Господа Читания, да, вы помните эту историю, когда сын Шиваса Токура умер неожиданно во время Киртана Господа Читания. Каждый вечер, каждую ночь Господь Гавра Сундара с преднами совершали Сан-Киртану всю ночь в доме Шиваса Токура. И однажды во время этого Киртана вдруг раздались какие-то стоны, женский плач. Шиваса Токура это услышал, он пошел туда, и там была его жена, другие женщины, они сказали, то есть много женщин жили, женская половина дома, они сказали, что вдруг его сын умер, его маленький сын умер. И очень похожая, очень похожая история, тем более мы можем помнить, что Шиваса Токур это воплощение Нарадамуния, да, и здесь тоже Нарадамуния, Сангираймуния. И эта история приводится в Читание Бхагавате, и в комментариях Бхагдистан Сарасвати приводит полностью песни Бхагдивинот Токура, который написал целых несколько песен или стихов, мы знаем, что он писал много баджанов, в которых он рассказывает эту историю и дает свои комментарии. Я хочу сейчас прочитать, прочитать эти, ну как, баджаны Бхагдинон Токура, они называются «Шока Шатана, лекарство от скорби». Шока – это скорбь, здесь тоже в стихе несколько раз слово «шока» в этих стихах упоминается, то есть скорбь – естественное чувство, естественно мы это испытываем, когда умирают близкие или когда близко к этому, к смерти, то есть это естественное чувство. Давайте прочитаем сейчас, как это было в играх Господа Гаура Сундеры. Помедитируем. Очень похожая история, очень похожая. Вот мы с другой стороны посмотрим. «Однажды вечером» – это из Гитамалы Бхагдивинот Токура. «Однажды вечером в уединенном месте во дворе Шреваса Токура драгоценный Шригаура танцевал под благоприятные звуки воспевания божественных имен. Звуки Мриданг и Звон Каратал раздавались с возгласами «Джай!». «Каждый, кто видел танец Господа, избавлялся от горя и скорби». То есть каждый, кто видел танец Господа. «Обезумевшие от…» Как вы думаете, отчего преданные обезумели? Да, от нарастающей любви. «Окханда премите матала такхана». От нарастающей любви все преданные, позабыв себя, постоянно пели и танцевали вокруг Господа. В это время в доме Шреваса в результате болезни умер один из его сыновей. И женщины во внутренней части двора стали громко рыдать Ангоре. Шревас забеспокоился, что это может нарушить радость Господа. Войдя во внутренний покой, Шревас стал успокаивать женщин. Его слова были подобны нектару. То есть Шревас таку разобеспокоился, что этот плач может нарушить экстаз Господа Читани. Поэтому он пришел к этим женщинам и стал их успокаивать. Что же он им сказал? «Послушайте, вы печалитесь безо всякой на то причины. Какое может быть горе в любви к Кришне? Тот, чьим вечным сыном является Кришна, не знает скорби. Но если вы привязаны к временному, вам не избежать боли. Вы пришли в этот мир, чтобы служить Кришне. Вам следует вспомнить об этой абсолютной истине. «Если вы привязаны к временному, вам не избежать боли». И он им напоминает, «Вы пришли в этот мир, чтобы служить Кришне. Вам следует вспомнить об этой абсолютной истине. Пока вы сохраняете телесный облик, любите Кришну и знайте, что Кришна – ваше истинное богатство, ваш настоящий друг и ваша жизнь. Поймите, что все ваши отношения в материальном мире, отношения с вашими братьями, друзьями, мужьями и сыновьями… Что это? Да, всего лишь временное явление. Кто кому является мужем или сыном? Эти отношения непостоянны. Даже если вы хотите, чтобы они длились вечно, это невозможно. В результате последствий действий в прошлой жизни кто-то стал вашим сыном и обрел возможность сидеть у вас на коленях. Но когда его карма будет исчерпана, он больше не сможет оставаться с вами. Живые существа, отождествляющие со счастьем и несчастьем подобные отношения, деградируют и пребывают вдали от лотосоподобных стоп Кришны. «Усмирите свою бессмысленную скорбь и воспевайте в радости Святое Имя Господа». Таким образом вы исполните желание Бхактвинотта Кура. Это первая песня, их здесь несколько. И теперь часть вторая. Шрибас Токур говорит своей жене и родственникам, «Вы предложили свое богатство, друзей, тело и дом Кришне, с чистым сердцем, помните об этом. Почему же вы тогда грустите? О, мой сын!» Кришна просто забрал того, кто принадлежит ему, для своего удовлетворения. Смотрите, как говорит. Как удивительно. «Все происходит по воле Кришны. Представление о счастье и печали, основанное на таких событиях, продукт невежества. знайте, что Кришна желает вам только добра. Для избавления от страданий вам нужно отказаться от своих личных, не связанных с Ним желаний. Знаете, что Кришна желает вам только добра. Да, Кришна желает мне добра. Кто-то рассказывал, да, кажется, Парткасарадхи Махараджа, то есть, когда у него были очень сильные боли, так прям, очень сильные, он это повторял. Кришна желает мне добра. Кришна мой доброжелатель. Знаете, что Кришна желает вам только добра. Для избавления от страданий вам нужно отказаться от своих личных, не связанных с Ним желаний. То есть, как человек забыл свою истинную природу, да, и он где-то в иллюзии, по сне, помните, как Господь Индра, он родился поросенком и жил так. И его не могли пробудить, вспомнить. Тогда строили так, что убили его жену, зарезал там хозяин его детей. Он тогда вспомнил, когда уже к нему стала очередь подходить. Это через боль, но это воспоминание, это пробуждение такое. Кришна желает вам только добра. Кришна хочет, чтобы мы пробудились. Для этого все устраивается. Для избавления от страданий вам нужно отказаться от своих личных, не связанных с Ним желаний. Кришна дает, и Кришна забирает. Кришна обо всех заботится. Кришна защищает, и Кришна убивает, если на то есть Его воля. Если ваши желания не совпадают с желаниями Кришны, это просто приведет вас к страданиям. Перестаньте печалиться и просто слушайте Святое Имя Господа. Вы почувствуете величайшую радость, и все ваши желания исполнятся. Это Бхактивенот Такур пересказывает эту лилу в своих баджанах. Это все в стихах. Бхактивенот припал к лотоса подобным стопам Шри Васа и молит его дать ему силу предаться Господу в жизни и смерти. Следующая песня. Это все на Бенгале в стихах Подумайте о том, как на самом деле удачлив этот мальчик. Оставьте свои иллюзии и печаль, что поселились в ваших сердцах. Чау-да-бува-на-пати, Нанда-кумара, Шачи-нанда-напхела, Надия-аватара. Сам Господь Четырнадцати миров, сын Нанды, явился в Надии в образе сына Шачи. А сейчас луна Гакулы, сам Господь Читания, в экстазе танцует во дворе вашего дома с другими преданными. Наш сын оставил тело, слушая воспевание святых имен Господа. Он ушел, погруженный в любовь к Господу. Если мне повезет умереть такой благословенной смертью, я смогу пересечь бездну материального существования. Подумайте над удачей нашего сына. Почему же ваши сердца исполнены горя? Если мои слова не утешают вас, вы не сможете познать радость при воспевании святых имени Господа. И мне ничего другого не останется, как утопиться в водах Ганге. Ну, еще говорится, что Богдин Токур сказал им, что если вы не перестанете плакать сейчас, то есть, если Господь это услышит, то я просто уйду сейчас и утоплюсь. От слов Шриваса Токура целомудренные женщины перестали скорбеть по умершему мальчику и стали радостно воспевать святое имя Господа. Увидев, что проповедь была успешной, Шривас вернулся во двор и, позабыв обо всем, переполненный радостью, снова стал танцевать с Господом Чайтани и воспевать славу Господа Кришны. Его сын оставил тело через полтора часа после заката солнца, но никто во дворе его дома не знал об этом. Собравшиеся преданные были так увлечены Киртаном, девять часов напролет они воспевали святое имя Господа. Когда Киртан закончился, Господь Гаур-Хари сказал, девять часов напролет пели, «Почему сегодня я чувствую печаль? Думаю, сегодня в этом доме произошло какое-то неблагоприятное событие, что лишило меня блаженства». Преданные рассказали Господу о случившемся, то есть преданные узнали, что произошло, и сказали. Услышав печальную новость, Гаура Рай воскликнул, «О нет, мое сердце разрывается от невыносимой боли. Почему вы не сказали мне об этом несчастье сразу?» От этих слов Пактивинут проникся божественной любовью к Господу, Который заботится о своих преданных». Вот тоже мы можем медитировать на Господа, на Его качество. То есть Он говорит, «Почему вы не сказали мне сразу? Мое сердце разрывается от боли, и Бактивинут так пишет. От этих слов Бактивинут проникся божественной любовью к Господу, Господу, Который что делает? Заботится о своих преданных». Да, то есть Который так любит своих преданных. «Услышав слова Господа, Шива стал кататься по земле и кричать, «О Господь, послушай, я не мог испортить Твою радость, «О Господь, один из моих сыновей умер, но почему я должен грустить об этом? Если все они умрут, видя Тебя, я буду чувствовать себя счастливым. О Господь, я скорее умру, чем прерву Твой упоительный танец. Я не сообщил Тебе плохую новость, поскольку так боялся побеспокоить Тебя. Пожалуйста, дай нам свои благословения, и мы унесем тело моего сына и совершим все необходимые погребальные церемонии». От этих слов Гоура, жемчужина среди дважды рожденных, заплакал. «Как я могу оставить вас? Мое сердце не сможет этого выдержать». Почему Господь так сказал? «Да, почему он сказал, как я смогу оставить вас?» «Ну, надо выходить». «Так, куда?» «Куда это было?» «Господь, он уже готовился, он думал о том, что принять, да, принять саньясу. У него уже мысли об этом были, ну, он уже все медитировал на это, видя, вот это, видя любовь Шибастакура, то есть он подумал, как я могу оставить этих преданных, они так меня любят, и поэтому ему было очень больно от этого. Вот почему. «Как я могу оставить вас? Мое сердце не сможет этого выдержать». «Эти слова испугали Бхактивинода». Так Бхактивинод Такур пишет. То есть эти слова, они нас насторожили, да, так Бхактивинод Такур это обживается, да, то есть, ну, вот оно к чему, ну, он как бы почувствовал, к чему идет дело. «Получив разрешение Гаура Чандры, члены семьи принесли мертвого ребенка во двор. Гаура, очищающий век Кали, тогда спросил, «Дитя мое, почему ты покидаешь Шрибаса и уходишь?» Устами мертвого ребенка душа ответила, то есть, живо вернулась и сказала, «О Господь, Ты наставляешь мир, Ты высшее существо, бесконечное и пребывающее вне двойственности. Твоя божественная энергия не отлична от Тебя. Твоя божественная энергия проявляется тремя способами и в соответствии с Твоей волей устраивает Твои игры. В форме Твоей духовной энергии, Хладини Шакти, она проявляет Твои вечные игры и доставляет Тебе удовольствие. Как Джива Шакти, она проявляет души, лучи духа, которые по своей природе пограничны. Как Майя Шакти, она создает материальный мир и пленяет там души, которые отвернулись от Тебя». Бактивенод говорит, Бактивенод Акур так комментирует все это, «В результате...» Бакативенода бали аппарат хабхали, бахир мукха хая ачи, прапанча кавали. «В результате своих оскорблений я испытываю отвращение к Господу и оказался в тисках материального существования». И дальше, следующая песня, Джива говорит дальше, обращаясь к Господу. «Ты воплощение совершенной духовной радости, а я частица Твоей духовной энергии. По природе я Твой слуга. Ты полностью независим, а я зависим от Тебя. Оставив прибежище Твоих стоп, я совершенно разорен. Когда я стал независимым и склонился к Мае, моя истинная природа покинула меня. Я угодил в рабство Мае и неразбериху кармы в материальном мире. Круговорот кармы запутал меня. Когда я стал независимым, то я забыл свою истинную природу. Угодил в рабство Мае, круговорот кармы запутал меня. По Твоей воле Майя сковала меня в этом мире железными цепями судьбы. И эта судьба привела меня... Куда привела эта судьба? А? Да, в дом Шиваса, в качестве сына из чрева Малини. То есть вот он говорит, вот моя судьба, моя карма привела меня сюда. И теперь эта судьба уводит меня. Я не могу больше оставаться. Твоя воля всемогуща, а моя воля чрезвычайно слаба. Я всего лишь бедная, ничтожная душа. Я непременно отправлюсь, куда бы ты меня ни направил. Кто для кого там сын, муж или отец, все это материальные отношения, в них нет даже тени правды. Ты вечный хранитель души. Те, кто находит счастье и печаль в земном единении и разлуке, отвергают прибежище твоих стоп. Они превращаются во слов Майи и поглощаются материальным существованием. Этого боится Бхактивенода. Дальше Джива говорит. С того дня, как Майя связала меня веревками невежества и заблуждения, я принял множество рождений и странствовал во тьме Майи. Будучи Богом, демоном, человеком, животным, насекомым и червем, я странствовал по небу, аду и земле, движимой жаждой временных вещей. Я не знаю, по какой удаче я стал сыном Шиваса и смог увидеть и прикоснуться к твоим стопам в краю надии. Я сильно страдаю каждый раз в момент смерти, но благодаря твоему присутствию на этот раз я ухожу с великой радостью. Тоже так интересно Джива говорит. Я сильно страдаю каждый раз в момент смерти. То есть каждый раз смерть – это больно. У Шиварама с вами есть такой подкаст, называется «Будет ли наша смерть легкой?» Ну и он там разбирает, что очень редко кто умирает без боли. То есть обычно это очень больно. Ну и это реальность даже для преданных. То есть то, что надо понимать, что так будет, скорее всего. «Если же по твоей воле я должен родиться вновь, о Господь, то молюсь лишь об обладании любви и преданности твоим стопам». Когда ребенок замолчал, семья Шиваса, увидевшая эту игру Господа, перестала горевать и исполнилась радостью. Бхактвенот умоляет Шиваса, «Вот бы испить мне эти потоки нектара и горгауры, когда жизнь моя завершится». Дальше. Господь сказал Шивасу, «Ты мой слуга, и связанный Твоей любовью я явился в этом мире». О Шивас, пандит, ты глава всех преданных. Пусть твоя слава сегодня будет возвещена по всему миру. Пусть обитатели этого мира увидят, что ты никогда не становишься рабом Маи, надзирательницей тюрьмы материального мира. Ты предложил мне богатство, родных, тело и дом и погрузился в счастье служения мне. Ты живешь семейной жизнью лишь для того, чтобы усилить красоту моих игр. Пусть все домохозяева учатся на Твоем примере. Я связан Твоей любовью. Считай Нитьянанду и меня своими сыновьями. Отец вечных сыновей не питает ни малейшей привязанности к бренному сыну, ни в рождении, ни в смерти. Я вечно обязан Тебе за Твою преданность. Благодаря своей благой природе, пожалуйста, прости мне этот долг. Устоп Шри-Васа, этот жалкий бактвенода, искренне молит о стопах Шри-Гавранге. Видя милость в Шри-Чайтане и к Шри-Васу, все стали вновь и вновь восклицать «Слава Шри-Чайтане! Слава Нитьянанде!» и танцевать. Какова природа той любви, что пробудилась в доме Шри-Васа? Как можно ее описать? Это была битва эмоций и слез радости, исполненных любви к Кришне. «Четыре брата припали к стопам Господа. Их Шри-Вас, такуру его братья, Шри-Пати, Шри-Нитхи. Их голоса прерывались от испытываемых ими эмоций. Они рыдали и катались по земле, охваченной любовью. О, Владыка наших сердец, пусть подобная трагедия, благодаря которой наша привязанность к своим лотосоподобным стопам возрастает, происходит каждый день. Будь то трагедия или благая удача, день, когда мы помним тебя, благой день, а любой день, когда мы не помним тебя, трагичен». Бактивенот припадает к стопам членов семьи Шри-Васа и молит, «Пожалуйста, будьте милостивы и явите этой падшей душе вашего Господа Гауру». Давайте на этом остановимся. Давайте дочитаем тут чуть-чуть совсем. «Господь, нежный к своим преданным, взял на руки мертвого ребенка и стал петь святое имя в обществе преданных. С пением он пришел на берег Ганге и совершил погребение ребенка в водах Ганге. Ганга Деви сказала, «Моя благая удача безгранична, обеты, которые я соблюдала, принесли плод. Гаура положил мертвого ребенка в воды Ганге и Ганга Деви устремилась к нему и взяла ребенка на руки. Затем она ринулась вперед и коснулась лотосоподобных стоп Гауры. Держа в руках ребенка, богиня преисполнилась любви. Видя любовь Ганге Деви, все преданные вновь и вновь воспевали святое имя. Боги сыпали цветы с небес. Так все присутствующие были поглощены разными эмоциями. А в это время погребение завершилось, и все совершили омовение. Испытывая великую радость, все разошлись по домам. Бхакти Венот ликует, переживая любовь к Гауре». И последняя песня уже, такой вывод, Бхакти Венот Такур говорит. «Пей, нектар, Игорь, Гаура, в Наде, отвергни скорбь и страх и укрепи свое сердце. Материальный мир приходящ, брат. Кришна – начало и конец всего сущего. Поэтому непрестанно служи Гауре в соответствии с его наставлениями. Удачливые души, которые обнимают стопы Гауры и служат Радхе и Кришне во Врадже, сама моя жизнь. «Прими Радху Кришну, Гаура Чандру, Надью и Вриндаван своей высшей ценностью, и ты обретешь вечное богатство. У меня нет ни образования, ни разума. Я падший, нищий и никчемный. У меня нет ни благочестия, ни отрешенности, ни умения вести себя должным образом. Шри Гуру и Вайшнавы дали мне это имя Бхакти Венот, но поскольку у меня нет преданности, это имя стало источником скорби. «Дабы избавиться от этой скорби, я осмотрительно сделал своим прибежищем стопы Вайшнавов. Посыпая пылью со стоп Вайшнавов свою голову, Бхакти Венот поет эту шока-шатану лекарство от скорби». Вот как в играх Господа Гауранги произошла подобная лила, и как здесь ярко проявлена любовь Господа к преданным, его милость, и как мы удачливы, что мы связаны с Господом Гауранги, вот такой поток милости нам доступен. У нас есть еще целых две минуты. Если кто-то хочет задать вопрос или поделиться реализацией, пожалуйста. Спасибо большое, дорогие преданные, что так внимательно слушали, и мы смогли вспомнить игры Господа, немножко погрузиться. Спасибо. Харьи Кришна, спасибо за лекцию. Один вопрос такой, тут, когда ушел ребенок, то Шивас Такур показывает, как он настолько, насколько поклонялся Господу, что у него беспристрастие, и он спокойно относился. Но Господь Гаура, наоборот, Он состраданием и проявил вот эти качества скорби, такие божественные скорби. Как нам, будучи в наших телах, не быть жестокосердечными? Ну, ушел и ушел. Вот, Харьи Кришна. Вот эта грань, золотая середина. Ну, я как понимаю, что Шивас Такур, у него же была причина, чтобы сохранять самообладание. Он не хотел побеспокоить Господа. То есть высший принцип – это служение, как Мадхавендра Пури, когда он понял, что к нему приходил Гапала, приносил ему молоко, и он его не узнал. Потом он понял, что это был сам Господь, и он его не узнал. Он сначала расстроился, и потом говорит, что он собрался и сосредоточился на выполнении приказа Гапалы. То есть у нас высший принцип – это служение, то, что порадует Господа. Наши эмоции, они вторичны, поэтому мы можем какое-то внимание им уделить, поддаться им, да, это нормально, мы люди. Но затем преданность средотачивается на том, что порадует Господа. И Господа радует, когда мы служим Вайшнавам, поддерживаем их физически, эмоционально, духовно. То есть мы живем в этом теле, и поэтому нуждаемся, тело нуждается в пище, в заботе. Это служение Вайшнавам, ум нуждается в поддержке, это служение Вайшнавам. И душа нуждается в духовной поддержке, это тоже служение. То есть служение, оно же целостное, на этих всех уровнях мы не говорим, что нет, тело не важно, только душа. Поэтому, исходя из этого, мы заботимся о преданных и проявляем эти чувства. Последнее прям, да. Да, пожалуйста. Шиландрадимна Махарадж, когда случилось, авианады, вот эти самолеты разбились в небоскребах, он впоследствии попал на это место, там, другими словами, было очень много различных фотографий людей, которые погибли, ну вот в районе этого места. И, в общем, там такая атмосфера царила, он говорит, я в какой-то момент прям поддался этой атмосфере. А к чему, да, и потом я начал, как бы, вот культивировать разум. А к чему я эту историю привел, ну, можно предположить, только, как бы, уровень осознания Индрадимна Махараджа, я тоже размышлял, что есть разная степень реализации, у нас есть, как бы, теоретическая вещь, да, есть практика, это вегьяна, да, до какой степени, и вот этот путь от теории, вот просто, вот Мададжи задала вопрос, мы можем формально какие-то вещи воспринимать, но переживать совершенно другие эмоциональный фон. И когда нам, мы думаем, ну, вот мы должны действовать вот так, то есть мы реагировать вот так, то есть не имея уже какой-то реализации, и вот эта реализация, ну, вот от теории к практике, она тоже имеет, ну, как бы свою динамику, это целый прям путь, в степень, ну, осознания, точно так же, как осознание себя душой и так далее, поэтому, ну, это так, я просто размышлял, я не знаю, но, да, потому что иногда, это не Тачи Танни Махарадж, он сказал такую фразу, мы становимся как роботы, просто роботы, которые все делают, вроде бы, психомат, ну, как бы, условно, правильно, но, механично, и не, ну, безжизненно, другими словами, так. Спасибо большое, спасибо за вопрос, мы задумались о характере Господа, почему он так сопереживал, спасибо за комментарий. Кран-Тарадши, Мадбхагаватамки, Джай, Шила Прабхупада, Ки, Джай, Нитай Гавра Примананда, Хариба, ах, основные словами, эти слов, по-от meilleлось,